Дорогие друзья, любители фантастики, передо мной лежат ваши письма. Это ответы на вопросы первой передачи. Их очень много. Уже больше трехсот и еще приходят. И две трети из них правильные. Но сами понимаете, это больше двухсот писем. Всех не зачитать. Правильные ответы мы получили из Челябинска, от Ковалева Дмитрия, из города Сухой Лог, Свердловской области, от Шепелева Евгения и от многих-многих других. А вот Дмитрий Шевкунов из Нижнего Тагила, хотя и ошибся в некоторых вопросах, но зато прислал свой фантастический рассказ. Ну что ж, конечно, это может быть несколько и дерзко, но мы и должны дерзать, иначе причем здесь фантастика. Думаю, что, кто знает, пройдет несколько лет, может быть, это будет наш один из лучших писателей. Во всяком случае, это уже творчество. И это интересно тем, что вот, скажем, в одном из писем написано, что родители запрещали читать фантастику, считая ее несерьезной. И я сразу подумал, ведь если бы мне родители запретили читать фантастику, я бы не стал космонавтом. Что позвала в космос меня, моих товарищей космонавтов? Сначала фантастика, потом уже техническая литература и, наконец, наша специальная литература. И в этом смысле мне гораздо ближе и интереснее читать письмо. Павлик из 4-го Б-класса, Торопов из Рязанской области. Посмотрите, я очень люблю фантастику и астрономию. Это ученик 4-го класса. Меня очень притягивает космос. Пока только выписываю журнал «Юный техник». Если достану книги, то сделаю себе телескоп. Вы знаете, я вот думаю, может быть, это тоже будущий космонавт. Потому что я же начинал точно так. Я действительно начинал с фантастики, с самоделок, с астрономии. Я желаю Павлику, чтобы все его мечты он исполнил своим стремлением, работой, учебой. Мне очень нравится это письмо. А вот почему фантастика нас привлекает? Тут тоже, вот пишет Митрофанов Виктор из 7-го класса. Фантастика является принципиально новым разветвлением художественной литературы. А молодежь всегда стремится к самому новому и современному. А во-вторых, фантастика обладает редким магическим даром. Она буквально притягивает к себе читателей. Ну, тут я немножко не согласен. Все-таки магическим даром притягивать к себе читателей обладает любая хорошая книга, интересная. Независимо, конечно, от жанра. И, наконец, во всех письмах делается попытка помочь нашему гостю найти его планету. Конечно, задача перед вами поставлена очень трудная. И вот один из ответов. Его нам прислал Павленко из Рязани. Возможно, гость с одной из планет книги «Звездные дневники» Йона Тихого. Может быть, из того будущего, о котором пишут Аркадий и Борис Стругацкие. Кроме того, существуют книги Азимова, Брэдбери, Артура Кларка, Гаррисона, Пола, Андерсона, Буля. Все не перечитаешь, это верно. Сколько вариантов? Трудно выбрать. Ну что ж, будем все-таки стараться найти планету и выбрать. Причем, среди тех, кто нам пишет, некоторые считают, что поскольку гость смотрится нами как человек, то это значит, он землянин. Ну, это довольно спорный вопрос. Конечно, разум может существовать в различных, видимо, формах. Есть произведения фантастов о том, что разумные существа могут быть в виде птиц, или, может быть, муравьев, или даже целой планеты океана, как у Лема. Но, с другой стороны, ведь наш знаменитый писатель Иван Ефремов и ученый, он высказывает гипотезу, что разум в своей эволюции неизбежно придет к форме человека. Тогда он может быть с любой планеты. И вот еще интересное письмо. Его нам написал девятиклассник Сильнов из Краснодара. В начале передачи выступал летчик-космонавт Феоктистов. Он сказал, что сможем ли мы установить контакт с братьями по разуму, когда у нас под боком есть самый непонятный и загадочный мир, мир животных, и мы не можем установить с ним прямую связь. А как же мы можем наладить с ним контакт, когда к этому стремятся только люди, а животные остаются равнодушными наблюдателями? Инопланетяне, думаю, как и мы, будут стремиться к контакту. Ну, это письмо затрагивает, я думаю, самую интересную проблему фантастики. Пришельцы и контакт с ними. Эту проблему первые начали решать фантасты, а след за ними ведь настоящие ученые. Собираются по этому поводу целые конгрессы международные. выдвигаются методы, идеи, пытаются создать язык и как-то его уложить в небольшую, скажем, пластинку, наполнив его максимум информацией. Эту проблему решают и режиссеры. Например, есть фильм о том, что контакт устанавливается с помощью музыки, песни. И в этом смысле, может быть, мы уже установили контакт с птицами. Ну, интересная проблема, неисчерпаемая. Давайте и мы с вами попробуем ее решить в этой передаче. Есть ли в космосе, кроме нас, Живое существо есть? Похоже ли на нас, не знаю. Может быть, красивее, чем мы. Может быть, на бизона похоже, В то же время нежнее травы. А быть может, похоже на блеск текучей воды. Может быть, на скрипт двери похоже, Может быть, менее красиво, чем мы. Например, похоже на муравья, А в то же время, грамма одни тракта. А может быть, на скрипт двери похоже, Может быть, не красивее, чем мы, И не хуже. Может быть, как две капли воды, Похоже на нас. Может быть. Как здорово-то. Сейчас бы позвать сюда нашего гостя. Даже не знаю, как его позвать. Гражданин, товарищ, гость. А может, он снова разадаптировался, Стал какой-нибудь каракатицей или воробьем. Алеша! Алеша! Слушай, иди, пойди сюда. Не ты его сожрал. Пойди, пойди. Ты его сожрал, подлое животное. Не мучи животное, Алеша. Этот, как вы их называете, Меньший брат ни в чем не виноват. Да где же вы? Снова в поиске. Алло, алло! Парнас! Парнас! Прием! Слышу вас хорошо. Какие распоряжения насчет эвакуации? Крафик тот же. Через три часа. Всем быть на космодроме. Как меня поняли? Понял хорошо. Докладываю обстановку. Коллекции не влезают. 12 отсеков заполнено полностью. Да, Прометей предлагает часть оборудования раздать ахейцам. А на оставшееся место заполнить коллекциями. Твое мнение, шеф, прием. А ты что стоишь без дела? Эй! Перемещайтесь быстрее сюда. А то они и вас погрузят в свою ракету. Алексей, не волнуйся. Им не до меня. Состав экспедиции укомплектован. Ты только послушай, что собираются совершить эти астронавты. Разрешаю отдать 13 отсек под коллекции. Оборудование взорвать, чтобы следа не осталось. Поручить это дело Прометею. Как поняли? Прием. Понял очень хорошо. Оборудование взорвем. Да, Меркурий просит разрешение подарить свой велосипед Гераклу. Повторяю, никаких следов нашего пребывания на этой планете не останется. Меркурий идиот. Неужели он не понимает, что велосипед нужен Гераклу в политических целях? Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав? Это Мельпомена. Скажи Аполлону, пусть подбросят вертолет на полчасика. Я забыла отснять театр в Эпидавре. Шаф, Шаф, ЧП. Гимонез схватили. Опять тащит на свадьбу. Это ты, Марс? Да-да, это я. Вольни из ракетницы, пусть разбегутся. Мельпомена? Никаких вертолетов. Раньше надо было думать. Аполлон. Аполлон. Ну, куда ты смотришь? Боже мой, ну, девять лабораток и никакого порядка. Шеф, это опять Марс. У меня только красные ракеты. Они это поймут как сигнал к войне. Ну, пора бы знать, что причины у войн социальные. Ну, при чем тут цвет ракеты? Действуй. Папочка! Папочка! Какую статую мы сейчас грузим? Помнишь, я позировала на моем местном скульпторе? Можешь себе представить, в храме никого не было. Немедленно вернуть статую в храм. Она принадлежит людям. Папочка! Откуда такое почтение к храмам? Ты же атеист. Лучше бы вместо богини любви они придумали богиню уважения. Парнас! Парнас! Ну, где Гименей? Где Прометей? Гименей уже на космодроме. А Прометей у меня на складе получает взрывчатку. Да! Прометей предлагает все ненужное оборудование сбросить в кратер Везувия. Это чтобы не пугало людей. А это будет принято за нормальное извержение. Придумано неплохо. Действуй! Шеф! Может, все-таки оставим что-нибудь на память? Пусть знают, что мы здесь были. Они превратят наши приборы в выдалы и фетиши. Они будут мазать наши телевизоры и вертолеты бычьей кровью и поклоняться им. Все взорвать. Тогда, может, зароим таблицы. Клей их уже приготовила. Они откопают их тогда, когда займутся археологией. Прочтут, когда откроют кибернетику, когда станут такими, как мы. Понял тебя. Прежнее распоряжение остается в силе. А где гарантия, что они не попытаются приписать нам все свои достижения? Все, что они создали и создадут, было и будет делом их собственных рук. И нечего примешивать к этому сверхъестественные силы. Все взорвать. это не цивилизация, а сборище роботов, вышедших из-под контроля. Возможно, у них разрушены криотронные схемы. Остановитесь, безумцы. Помоги мне их разобрать на составные блоки. Я помещу их в силовое поле и заставлю задуматься. Да ни в коем случае не делать этого, а то они и вас взорвут. Да и вообще, чего вы так волнуетесь? Да никакие это не роботы, а обыкновенные боги. Мы их по истории проходили, только в космос они там не летали. Боги? Ах, это мифологические существа, которых выдумали люди. Да. Но все равно. Алексей, неужели ты думаешь, что я буду равнодушно взирать на то, как они собираются уничтожить следы своей цивилизации? Меня поражает твое равнодушие. Это же происходит на твоей планете. Во-первых, это было давно. Да и было ли вообще? Ты меня разочаровываешь, Алексей. Такая осторожность не украшает. Да и боги хороши. Обыкновенному человеку было бы стыдно за них. Не хотят делиться знаниями. У нас на планете были такие особи, но они давно сгорели. Как это сгорели? Очень просто. Сгорели от стыда. Если кто-то совершает неблаговидный поступок, у нас сгорают от стыда. А у вас разве это не так? Нельзя жить, если теряешь уважение тебе подобных. Очень здравая мысль. Мне подобные когда я их встречу. Знаешь, в космосе я чувствовал себя так одиноко. Нельзя уважать метеорит. Но вы же не метеорит. но если не совсем метеорит, то так молекула неведомого вещества, блуждающая во мраке. Ну, почему неведомого? Ну, все-таки существует же в конце концов и ваша планета. Вы же помните поющие цветы, клумбы, свой дом. Да, да, это все так. Я не знаю, поймешь ли ты меня. Но знаешь, Родина это не просто сумма фактов, из которых можно вывести какую-то формулу. Это нечто гораздо большее. Странно, но я впервые почувствовал это здесь у вас на земле. Я был взволнован, когда на моих глазах уничтожались знания. Я был взволнован, а ты равнодушен. Странно. Знаниями делиться это одно, а передавать развитую технику каким-то первобытным отсталым людям это совершенно другое. Да были такие случаи, но они все плохо кончались. Нет, это невероятно. Алексей, ты что-то путаешь. Этого не может быть. Приведу тебе пример. В нашей системе на звезде Альфа-4-12 жили неразумные существа. Потом они получили информацию с бета-348 и стали вполне разумными. Твое заявление противоречит большому опыту с большой буквы. Ну, большого опыта у меня нет. Ну, сейчас сами посмотрите. Дух, я тебе очень благодарен за то, что ты появился. Я всегда говорил, что только я самый могущественный чародей на свете. Дух, помоги мне избавиться от нечестивца. Я не совсем вас понимаю. Вас кто-то обидел? Нет. Обидел – это не то слово. Он издевался надо мной, насмехался, да? Он разрушил мою славу. Он же сам должен понимать, если я обращаюсь к тебе, до чего же я дошел? А я ведь дал слово отцу-настоятелю никогда не пользоваться дьявольскими чарами. Ты понимаешь это? Я все-таки пока не понимаю, чем я могу вам помочь. Ах, ты не понимаешь? Ну, значит, я должен буду тебе объяснить все с самого начала. Видишь ли, Дух, этот человек, нет, этот исчадие ада. Я надеюсь, ты простишь меня, если оскорбил ад в твоем лице. Что? Ад? Да. Ад. А, да, 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 понимаю. Уверяю вас, я не имею никакого отношения к аду. А вы хотите сказать, что вы имеете отношение к небесу? Ты сам, да? Ну, пожалуй, это ближе. Но это не имеет никакого значения. Продолжайте, я вас слушаю. Да, и так, и так, значит, я продолжаю. Так вот, я не знаю, откуда появился этот человек, но я знаю только одно. Он портил мою жизнь с самого момента своего появления. Это я знаю. Ну, что же, я предлагаю вам посмотреть все с самого начала. Дух, неужели ты способен заглядывать в прошлое? Да. О, видимо, ты очень могущественный дух. Нет, пустяки, ничего особенного. Да, я понимаю. зажигай! Вы просили, я заставил принести кайз на сегодня. Пора заканчивать, ваше величество. Ваше величество, поторопитесь. Что творят нечестивцы? В чем он провинился? Сейчас я покрою мир мертвой тьмой полуночи. Сейчас я потушу солнце. Зажигай! Зажигать запрещаю! Каждого, кто двинется без моего разрешения, я поражу громом и испепелю молниями. Будь милосерд, добрейший сэр, останови это страшное дело, предотврати беду. Назови свои условия, добрейший сэр. Можешь потребовать половину королевства, но возврати солнце. дайте же мне время для размышления. Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр? Смотри, с каждым мгновением становится все темнее и темнее. Сколько времени тебе нужно на размышления? Полчаса. Быть может, час. Да поджарить этого сэра! в костер его! Ну ладно, я все обдумаю. Вот каковы мои условия. Вы остаетесь королем над всеми своими владениями, но вы назначаете меня своим бессменным министром и платите мне один процент с того излишка доходов, которое, я надеюсь сделать для вашей страны. Если этого будет мало, я не буду требовать прибавки. Ну, подходят вам мои условия. Не верьте ему! Спаси, спаси нас, добрый человек! Помоги нам! Ты великий, все будет! Помоги нам, добрый человек! Не гаси солнце! Мы тебя очень хорошим! Не гаси солнце! Спасибо! Вам необходимо вмешаться, Ваше Величество! Все, кто здесь есть, воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой рукой короля. Так рассей надвигающийся мглу, возврати нам свет и веселье! Прости! 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 Прости костер! Спасайся! Спасайся! Прости! 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 Рассеются чары! Гасгинут они без вреда! Я же говорила, что они тебя возвеличат! Я отказываюсь вас понимать Какое право вы имели Сердиться на этого человека Вы же хотели лишить его жизни Да, да, а он нас солнечного света Нет, это обычное Солнечное затмение Он в нем не виноват, он предсказал его Нет, он хотел наслать на Настю тьму И вообще Он всегда подрывал мой авторитет Всегда Слушайте, вы знаете, что случилось Со священным источником? А что случилось Со священным источником? Ну а зачем я вам буду это рассказывать? Вы же сами способны Увидеть то, что скрыло время Но я надеюсь, вы понимаете Когда иссяк этот священный источник Прежде всего Вызвали меня Вы понимаете Идет спаситель 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 Добрый человек Помоги, помоги Спаси нас Спаси Мы без тебя погибнем Помоги нам Хорошенький Спаси Приступай к своему спасительному труду Вы подведили Мерлина? Ни один чародей не станет вмешиваться в его работу Пока он сам от нее не откажется Ну помоги нам Помоги Спаси Ну я прогоню его Приступай к работе немедленно Нет, так нельзя, отец мой Мерлин прекрасный чародей на малые дела Он пользуется недурной репутацией в провинции Он старается, он делает все, что в его силах А было бы просто неприличным Отнимать у него работу Ну спаси нас Кроме того, я быстро не справлюсь Ну помоги Ну как, люди, мы подождем Как дела, компаньон? Взирай Сейчас я привегну к помощи могущественных чар Пчел Ведомых только мудрейшим знатокам Тайн Востока Ну и надени ее Удалось ли чего-нибудь добиться Если бы сил человеческих хватило Для того, чтобы развеять вот эти чары То тогда источник был бы расколдован Но, к сожалению, вода больше никогда здесь не потечет Никогда Я сделал все, что может человек Правду, он говорит Отчасти правду Однако существуют условия, при которых попытка развеять чары Имеет шансы на успех Мы согласны на все условия Да? Да В каком случае колодец и пространство на полмиле кругом Должно быть отдано в полное мое распоряжение До тех пор, пока я не сниму заклятие Одну минуту, одну минуту, одну минуту А известно ли вам, что для того, чтобы расколдовать этот источник Необходимо знать имя этого духа? Да Я его знаю Вы знаете Но разве он безумец? Разве вы согласитесь произнести это имя И только для того, чтобы потом умереть? Произнести имя? Да Конечно Ну а теперь забирайте свое хозяйство и проваливайте Ступайте, ступайте Джону Мерлин домой И принимайтесь за предсказание погоды Я сейчас уйду Уйду Но я хотел бы посмотреть Что у вас получится потом Прошу вас, сын мой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я назову страшное имя И чары развеятся Будьте готовы Его собственным именем заклинаю Бэбэк, это ж это ли Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что, Алексей, что ты этим доказал? Этому молодому человеку нужно было просто объяснить им, как починить колодец. Ведь важны не заклинания, а знания. Надо было ими поделиться. Да он ведь так и сделал. Только информацию получили не все, а лишь его приближенные. И вообще он их многому научил. Да, но только их, а надо было всех. Мне жалко этого старика. Знаешь, что его погубило? Зависть. Сам виноват. Да, конечно, и все-таки его жалко. Совершенно невежественный, интеллектуально отсталый, суеверный старик. Молодому человеку следовало бы его просветить. Так бы вам Мерлин согласился. Он считает, что знает все на свете. Да. Бывают разные старики. Есть один ученый, я читал про него. Известный ученый, великий. А говорит, что он знает мало. Всякий настоящий ученый, да и вообще разумное существо, не должно останавливаться на достигнутом. Вот и это тоже. Ради любых знаний готов идти на любой риск. Даже на смерть. Алеша, это интереснейший человек. Я хотел бы немедленно его увидеть. У нас все в порядке. Можете начинать спуск медленно. Когда мы достигнем дна, оставайтесь на месте и ждите распоряжений. Спускайте. Друзья мои, наша цель дно Атлантического океана конечно мы можем погибнуть во время великого опыта. Я мог бы в одиночку опуститься на дно. Мог бы. Док. Я с вами до конца. Благодарю вас. Я так и знал. Спасибо. Когда я вас выбирал, мой друг, я выбирал вас не за ваши поверхностные научные знания. Нет, есть качества, которые куда больше могут пригодиться нам в дальнейшем. Это мужество. Это верность. Благодарю вас. А вы? Меня прислали сюда наблюдать за этой машиной. И если она спускается на дно моря, значит и мое место на дне моря. Где эта стальная мышеловка, там и Билл Сканвенд. И мне совершенно безразлично, сошли все с ума или нет. Благодарю вас, друг мой. Все идет отлично. Продолжайте спуск. 450 метров. Вот. А вот в этом наша главная опасность. На дне океана водятся такие чудовища, для которых раздавить эту бронированную комнату так же просто, как для носорога пчелиный улей. Вы имеете ввиду китов? Киты могут погружаться на эту глубину, но я имею ввиду более страшное чудовище. Пропасть. Пропасть на дне океана. Вот видите? Вот, вот она рядом. Где-нибудь еще можно найти такую глубину? Нет, нигде. Смотрите. Смотрите, смотрите. Как странно. Слишком длинная для гигантского краба и слишком короткая для гигантского рака. Какое чудовище. Удивительно. Неизвестный вид. Так. Глаза на выдвижных члениках. Эластичные суставы. Это потрясающе. Ей-ей. Он примехонько лезет на нас. Слушайте, док. Может быть, лучше выключите свет? Мы же привлекаем его светом. Нет-нет-нет. Не надо гасить свет. Я еще не закончил его очертания. Вот теперь гасите свет. Изумительный. Страшный вид, а? Очевидно, еще страшнее иметь с ним дело. Да. Но хорошо, что мы в этой бронированной кабине в полной безопасности. Слушайте, ему хочется к нам. Нет, надо было просто написать на дверях посторонним вход воспрещен. Он нам не может причинить никакого гряда. Да? Нет. Слушайте, док. Ну? Дуем наверх. Позвоните мальчику, пусть поднимает лифт. Довольно мы уже рассмотрели. Что вы говорите? Мы еще ничего не успели обследовать, только края пропасти. Мы должны все обследовать, что успеем. Да. Да. Продолжайте спускать нас со скоростью двух узлов. До тех пор, пока я не скажу стоп. Качка сомневается. Канат перетирается. Канат. Оборван. Док. Оборвалась воздухопроводящая трубка. Все кончено. Спокойно. Да. Воздуха у нас больше не будет. Но света у нас хватит на неделю. У нас аккумуляторы. Зачем я вовлек двух молодых людей это рискованные, это опасные предприятия. Мне следовало рисковать одному. Только одному. Голубчик, голубчик, у нас воздуху хватит еще на 12 часов. Ведь опасность, самое главное, у нас это продуктовы дыхания. Вот если бы, они нас задушат, обязательно. Но если бы мы могли удалять углекислоту, вот это не предусмотрено, надо бы это учесть. У нас есть баллон кислорода, и мы можем вдыхать его изредка, и таким образом продержимся еще. Да-да. А зачем бороться? Чем скорее наступит конец, тем лучше. Что? И отказаться от зрелища, которого не видел еще ни один человек на свете? Это предательство по отношению к науки. Нет, мы будем записывать на наши наблюдения, даже если им суждено погибнуть вместе с нами. Ну и что? Вы молодчага, док. Вы нам сто очков вперед дадите. Одно океано? Одно океано как будто освещено. Док! Да-да. Да. Вот сейчас мы приближаемся к цели нашего путешествия. Через минуту мы будем знать, что с нами произойдет. Возможно, наша бронированная кабина разобьется вдребезги от удара. Возможно, и... А эти холмики правильно расположены. Да нет, пожалуй, это не отдельные дома, это купола. Нет, это купола одного здания. Слушайте, вот эта площадка когда-то была крышей здания. Эти холмики были домами. Похоже на то, что мы приехали в настоящий город. Да-да-да. А что, действительно так? Геологи утверждали, что некогда океаны были суши. Я всегда возражал по поводу того, что какие-нибудь сильные катастрофы могли быть в недавние времена. Похоже, да. Друзья мои, мы видим перед собой погребенный античный город. Это открытие чудесное. Мы его увезем с собой в могилу. Да нет. Да нет, 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 нет. Это сумасшествие. Этого не может быть. Этого не может быть. Великой Великой Конечно, это очень интересно, но вам это совершенно ничего не даёт. Ты имеешь в виду поиск моей планеты? Ошибаешься. Она вполне могла оказаться и в океанской бездне. Диспетчер у пульта управления несколько отвлёкся, небольшое отклонение от орбиты, коррекция и такие случаи бывали. Но зато я теперь совершенно убеждён, что на дне морском живут не мои соотечественники. При первой же возможности передам эту информацию Большому кольцу. Поделитесь знаниями? Ну, естественно. Неужели тебе не интересно, что за существа обитают в морской путине? Неужели ты никогда не восторгался подвигом исследователей, объединённых одной идеей? Вот именно. Современному человеку, чтобы добиться чего-то, надо сосредоточиться на одном предмете, тем более современному учёному. Ты слишком категоричен. Могу поспорить хрустальным созвездием чёрной дыры, что именно такие ограниченные исследователи весьма редко создают нечто ценное. А я читал об одной девочке, которая писала стихи, пела песни, танцевала и изобрела нечто столь поразительное, что привела в изумление взрослых людей. Не веришь? Ну и где же ваше таинственное изобретение? Не моё, почему моё? Это Майя Светлова. Какой Майя Светлова? Вы же сами говорили, что у вас изобретатель, этот самый электроник. Электроник, электроник. Но это изобретение Майя Светлова. Антигравитационный коврик. Осторожно, осторожно. Вы знаете, вот Макар Гусев, он так же схватился за него, он взлетел к самому потолку. Вы напрасно, совершенно напрасно улыбаетесь. Он провисел там ещё, голову очень сильно стукнулся. Никак не мог контакты найти. Я же математики, а не физики. Я в этом плохо разбираюсь. Всё вроде бы элементарно просто, и в то же время антигравитационный коврик. Ребята называют его Аковрик. Аковрик. Замечательно. И вся гравитация летят в тартарары. А вы напрасно иронизируете. Эйнштейн этой проблемой, между прочим, так и не решил. Ну я вас понял, Семён Николаевич, я вас понял. Если вы не возражаете, то я буду вторым после Макара Гусева, кто испытал его. Виктор Ильич, очень прошу вас, соблюдайте крайнюю осторожность. Да-да, это как-никак изобретение века. Главное, спокойно, спокойно в контактах разберитесь. Хорошо, что здесь не потолок, а чистое небо. Виктор, идём. Не сможет на земле. Контакты. Вы же не знаете, где контакты, Виктор Ильич. Контакты. Ищите контакты, Виктор Ильич. Я верю, я верю в риск, В безумное счастье риска. Как верит в летящий диск, На играх метатель диска. Вот бьётся в ладонях в шаг, Надежды, как небо белый. Да истинный детский шаг, Но самый большой и смелый. Да будет всегда с тобой, Удача метатель диска. Я верю, как верят в бой, Жестокую мудрость риска. Тебе раз, даже здесь, в высоте, нет покоя от случайных прохожих. Простите, вы кто такой? Я Синица. Очень приятно. А откуда вы? С земли. Я ничего не понимаю. Что же вам непонятно? Как ты создал землю за семь дней? Что? Я создал всего-навсего скромный труд о магнитном поле земли именно здесь. Здесь, вот в этой палатке, одиночество. Правда, тогда мне никто не мешал. Но размышлял я о магнитном поле земли семь лет. Что же это я плёл? Извините меня, пожалуйста. Я вторгся так неожиданно. Дело в том, что я, словом, ошалел совсем от полёта. Когда увидел вас, то подумал, что очутился. Ну, в общем, в очень незнакомой обстановке. Поэтому и обращался к вам на «ты». Крымов Евгений Александрович. Очень приятно. Я учитель физики. Я синица Виктор Ильич. Очень приятно. Так, всё же, Виктор Ильич, как же вы тут оказались? Коврик. Что коврик? Антигравитационный коврик. Так, 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 так. Вы представляете, его изобрела девочка, которая учится всего в восьмом классе. Ага. Я на нём летел, Евгений Александрович. Нет, нет. Удивительная история. И вообще, девчонки, конечно, очень изобретательный народ, я не спорю. Но, видите ли, Виктор Ильич, мы, физики, делаем только робкие попытки с гравитацией. А тут девочка, школьница, восьмиклассница, просто взяла и сплела целый антигравитационный коврик. Да. Вот просто села и сплела. Любопытно. А, простите, где он? Нет. Коврик был. Верю, был. А теперь, стало быть, изобретение восьмиклассницы утеряно. Как? Значит, существует два варианта. Коврик унесло в просторы Вселенной, и он вынужден скитаться там вечно среди звёзд. Понимаете? Как? Так, так, вот. Это первый вариант. И, конечно, каждая из галактик будет отталкивать от себя ваш замечательный коврик, придавая ему всё больше и больше ускорения, и, в конце концов, он может достигнуть, ну, примерно около световой скорости. Да-да. Если с этой скоростью ваш коврик залетит в другую, в анти-галактику, произойдёт взрыв чудовищной силы, и родится новая энергия. Поздравляю. Не может быть. Всё может быть, Викторович. Всё, может быть, второй вариант. Коврик ударился о мою палатку, и поскольку, видимо, сплетён он был школьницей вручную, контакты разъединились, и он просто упал вниз. Мы во сколько вылетели? Без четверти восемь. Ну, что-то сорок минут. Ну, что ж, можем распуститься вниз и посмотреть. Летим? Летим. Летим. Да, Алёша, на вашей планете живут замечательные люди. Люди, которые ради знаний готовы на всё. Вот почему они близки мне по духу. Так значит, я был прав. Вы из земли. Нет, Алексей, это не обязательно. Разумные существа обитают и на других планетах. К тому же я подозреваю, что между нами есть существенные разногласия. Ты вот, например, считаешь, что не надо делиться знаниями. Я так не считаю. Я только сказал, что делиться знаниями – это одно. А передавать развитую технику каким-то отсталым, первобытным людям – это совершенно другое. Ты хочешь сказать, что знания, которые неправильно применяются, могут привести к серьёзным последствиям? Что же, это тема. Давай назовём её так – знания и как люди обращаются с ними. Посмотрим, что об этом пишут учёные, фантасты. И пусть нам помогут в этом наши телезрители. Да, но уже мы в нескольких книгах сегодня же побывали. Да, но всего лишь в отрывках из четырёх книг. Интересно. А ребята узнали, из каких книг эти отрывки были или нет? Ребята, напишите нам, в каких книгах мы сегодня побывали. А вы напомните их, если вам не трудно. С удовольствием. Совсем нетрудно. С удовольствием. 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 Субтитры создавал DimaTorzok